Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свои покупки за конец октября, начало ноября. Здесь передо мной две коробки, поэтому скорее всего будет две части, минут по 15, а то обычно я выкладываю минут 40-45 и никто не смотрит. Вкусняшки фикс прайс я теперь беру всегда. Я очень люблю вот эти мультизлаковые конфеты, в белой глазури пропадали. Постоянно покупала в темной глазури в последнее время, но тут нашла и нарвалась, они даже, видите, до видео не дожили. Очень вкусные, 55 рублей, 150 грамм здесь объем, но из-за того, что они довольно-таки легкие, их там много штук. Эти конфетки я и с чаем пью, и с собой в сумочку закидываю как перекус, потому что после нет, знаете, они не настолько сладкие, что прям пить хочется. Поэтому идеальный вариант, бюджетный и очень-очень вкусный. Постоянно покупаю, буду покупать, пока их продают. Нашла я пухлый кролик, наконец-то, с клубничкой. У меня потому что до этого была, потому что все уже язык заплетается, не первое видео на сегодня. Вот, до этого были с баблгам, по-моему, они розовенькие, они очень вкусные, и я хочу попробовать еще с клубничкой. Самые дешевые, наверное, суфлешки именно в фикс-прайсе, в таком же объеме где-нибудь в Ашане, вы возьмете, ну, самые дешевые рублей за 80, здесь 27.50 всего лишь. Купила я носочки, ну, куда же без этого. Наверное, носочки в фикс-прайсе самые лучшие именно за свою цену. Здесь, правда, идет 67 всего хлопка, но мне понравилось, что они, знаете, не сильно высокие, но при этом и не короткие. У меня осенние ботинки, знаете, такие, ну, скажем так, коротенькие, поэтому носочки нужно взять подлиннее, чтобы не было холодно. Они идут как спорт, у них очень-очень, знаете, такая плотная резинка, и я, в принципе, даже рада, что здесь полиамида 33%, возможно, они будут более прочные, потому что в последнее время у меня очень часто начали рваться носочки. Не знаю, с чем это связано. Потом взяла я вот такой комплект контейнеров по 0,2 литра, 3 штуки. Стоили они 55 рублей, сейчас я это все открою. Меня, естественно, подкупило, что здесь идут крышечки, мало ли что нужно налить, просто убрать в холодильник. Давайте я попробую тут даже. Ага, вот одна уже есть закрытая. Очень мини-мишные и хорошо закрываются, вот. Поэтому считаю, что очень хорошая покупка в этом плане. Конечно, фикс-прайс молодцы, но в последнее время я начала к таким штукам и в Ашане приглядываться, и в Ашане тоже весьма неплохие цены на всякие контейнеры оказались. Хотя я раньше думала, что фикс-прайс это просто самое крутое, что может быть. Но сейчас цены повысили, и уже не все выгодно там покупать. Взяла я повторно вот эту книжечку, блокнотик, я не знаю, как назвать, тетрадь. Это, знаете, слишком круто для тетради. Но это и не ежедневно, потому что внутри все довольно-таки просто. Это, знаете, такая обычная клетчатая тетрадь, но с очень крутой обложкой, весьма жесткой. И здесь поверхность софт-тач идет. У меня есть уже одна такая, она лежит на рабочем столе. Это я взяла на подарок, урвала последнюю скотейкой. Там еще остались монотонные, там мятного цвета, по-моему, синенькие были, еще какие-то. На ощупь они точно такие же, но я решила, что с котейкой намного круто. Все любят котеек. Что еще? Давайте с аптеки у меня здесь есть покупочка. Это Витотека салициловый лосьон с серебром очищающий. Я такой нигде не видела, стоил он до 50 рублей, что-то прям совсем дешево, 100 мл объем. Я вам сейчас покажу. Он спиртовой, естественно. Ну, то есть, знаете, у меня всегда один тоник в использовании со спиртом, другой без. То есть, вот вам состав. Мне понравилось, что здесь идет... Так, сейчас я найду, не вижу. Вода, спирт, глицерин, полидон. Вот дальше идет экстракт ромашки, концентрат коллоидного раствора наноразмерных частиц серебра. И салициловая кислота, лимонная кислота. Все. Ну, как бы, что еще надо? Здесь 5-6 ингредиентов. Я считаю, что это отлично. Тем более, за такие деньги буду пробовать. Если понравится, буду постоянно покупать. Дальше в магнит-косметик я купила кремушки для рук. Я прям оторвалась, знаете ли. Раз, два, три. В общем, много я купила кремушков. Были по хорошим каким-то скидкам. Там процентов по 30, по-моему, если не больше. Никогда не пробовала вот в таких тубах. Цветок сакуры. Но эти я, скорее всего, красивенькие на подарок отправлю. Здесь 75 мл, здесь 100 мл. Нежность и забота. Не знаю, отзывы что-то в одно время, они были популярны. Я как-то смотрела, но уже забыла, какие отзывы девочки оставляли. И цветок сакуры мне вообще понравился. Понравился по оформлению. Я думаю, будет приятный аромат. И, знаете, они очень приятные. Точно такие же на ощупь soft touch. И бархатные ручки. Наверное, это три моих самых любимых кремушка от этой марки. Энергия Асайи, Гармония Органа и Роскошь Макадамии. Энергия Асайи, он, несмотря на то, что ночной, он очень быстро впитывается. Он приятно пахнет, хорошо увлажняет и слегка питает ручки. Ну, наверное, даже не слегка, питает ручки. Эти оба кремушка дают и питание, и увлажнение. Обожаю бархатные ручки. Просто молодцы. За такие деньги делают весьма хорошие продукты. А потом... Так. Есть еще бархатные ручки, но покупала я их на зоне. И цену уже, к сожалению, не помню. Это набор. Я один такой покупала где-то месяца полтора-два назад. Отправила Ани в Израиль. Она очень любит эту марку. Как нарочно. Мне нравится то, что есть в Израиле, нет России. Ей нравится то, что есть в России, но нет в Израиле. Здесь питательные. Четверочка и пятерочка. Пойдут на подарочек. Цена была хорошая. Что-то, знаете, рублей 140, что ли. Совсем недорого. Так. Еще в Магнит Косметик я взяла Мое Солнышко. Это мыло не сушит кожу с экстрактом ромашки. Я это взяла не себе. Поедет на подарок увезу. 300 мл. Цена была не... Ну, знаете, рублей, по-моему, 80, что ли. Чуть дороже, чем стандартная. А Мое Солнышко мне марка нравится. У меня есть гель для подмывания младенцев. Если честно, я его использую как энзимку. Не раздражает. Хорошие составы. Ну, вот вообще никаких нареканий за те деньги, за которые я их покупаю. Мне нравится. Так. Я уже не помню, что, где брала. Магазин Fightro. Я уже говорила, что у нас появился такой магазин. Точнее, не то, что появился. Я его для себя открыла. Потому что ранее я в него просто не заходила. И была, если честно, большой дурой. Там я купила свои любимые кремушки. Кокосовые. Я его больше нигде не вижу. Его нет ни в Ашане, ни в Магнит Косметик, ни в Улыбке Радуги. Вот, ну, просто нигде нет, а там есть. Это крем для лица кокосовый. Здесь довольно-таки небольшой объем. Найти бы еще, найти бы еще. 45 миллилитров. Я его использую и на руки. И, знаете, бывает, кожа вокруг глаз стягивает. А вы уже спать легли. И у меня крем для рук всегда над головой. Я просто еще и вокруг глаз могу его намазать. Он действительно хорошо питает, увлажняет. Имеет очень нежный аромат. Нежный аромат. Аромат химозненького такого кокосика. И, вот, ну, знаете, прекрасный крем. Я его рублей за 50-60, наверное, покупала. Взяла я вот такой гель для душа. Это гуава и клубника. Кафе Мими. Именно в магазине Файтроп почему-то огромный выбор этой марки. Хотя сейчас везде, в принципе, ее продают. Просто выбор самый большой именно в этом магазине. Этот магазин есть в Татарии, насколько я знаю. В остальных не знаю. Если у вас в городе есть, напишите, пожалуйста, где вы живете. Мне будет очень интересно. А здесь, типа, не содержит СЛС, пробенов, минерального масла, т.д. Имеет очень-очень вкусный аромат химозной клубники. Я люблю такие ароматы, знаете, детские ароматы, химозные ароматы. Мне они нравятся. Как в парфюме, так и в уходе. И поэтому я довольна покупкой. Цена была 130 рублей, если я не ошибаюсь. То есть составчик можете почитать. И здесь 300 мл объема. Буду пользоваться с удовольствием. И снова, знаете, вот эта поверхность как будто прорезинена. Я не знаю, может, меня, конечно, все это потянуло. Ну, либо просто так фортануло, скажем так. Потом увидела я вот такой крем для ног от Новосвит. Марку Новосвит я просто глубоко уважаю. За потрескавшись сухой кожей пяток, стоп трещин, фруктовые кислоты, соков, мочевины, Депантилу, но нигде больше такой не видела. Я, знаете, сначала подумала, не знаю, подделка что ли какая-то. 150 мл объем. Мне очень нравится в таком же объеме от Новосвит в зеленой тубе, но он редко где продается. В последнее время я его вообще не видела. Он быстро впитывался и увлажнял, и вообще помогал ножки держать в отличном состоянии. Этим я воспользовалась. И, знаете, пока не вижу разницы между ними. Если вот этот, скажем так, выпустили с заменой тому зеленому, то, в принципе, почему нет, буду, значит, его покупать. Цена до 100 рублей. Также до 100 рублей стоила вот эта эссенция. Это Snail Repair с муцином улитки от Новосвит. У меня такой есть. Он очень легкий, хорошо увлажняет, освежает кожу. При этом не забивает поры, не жирнит кожу. И вообще просто я его обожаю. Имеет, кстати, такой, знаете, немножечко аромат мужского парфюма. Для меня весьма приятный. Этот я взяла на подарок. Также от Новосвит, раз уж не будем уходить от темы, но взяла я, по-моему, его в Магнит Косметик или еще где-то. Я не помню, если честно, где я хапанула эти патчи. Цена была до 200 рублей. Здесь 4 штуки, ну, то есть 2 пары, примерно по 100 рублей за пару. Я считаю, что это, ну, как бы нормально, если они действительно крутые. Гиауроновые полоски. Не знаю, себе оставлю или нет, но, в принципе, будет интересно очень попробовать. И также в этих магазинах я взяла еще 3 средства. Первое это скраб 100 рецептов красоты, нежный, свет, свежее яблочко. Взяла я на подарочек. Выглядит очень прикольненько, вкусненько. И 100 рецептов красоты, знаете, меня радует. У них приятные ароматы, хорошие упаковки, которые приятно держать в руке. И очень-очень приятные цены. И хна иранская, натуральная, в крем-форме. Я решила попробовать тон Moco Fusion. Я, в принципе, использую сейчас хну с iHerb, но она дорогая. Там баночка, которой хватает на 4 раза, стоит рублей 400, если я не ошибаюсь. Здесь она была 68 рублей, вроде как. Попробуем. 50 мл вдруг понравится. Весьма доступная штучка. И взяла я вот такую пудру от TF Cosmetics. У меня ничего нет от этой марки. 01 Porcelain. Я люблю этот оттенок, потому что Porcelain это типа как же прозрачно идет, если я правильно понимаю. И мне вот всегда они подходят с экстрактом зеленого чая. Увидела я ее вообще впервые у Ланы Светланы. Ей, по-моему, ее присылали в подарок. Я такая, блин, у нас нигде не продается. И тут резко она мне на глаза попадается. Недавно как раз-таки смотрела у нее видео, там, где она показывает всю свою коллекцию, ну, румян, теней, пудры и так далее. И снова я ее повторно увидела. И тут решила все-таки не пройти мимо. Стоит она весьма бюджетно, по-моему, рублей 250, что ли. Здесь 12 грамм. Отличный объем. Буду пробовать. Вот, наверное, знаете, с этой частью я закончу. А нет, еще одно покажу. Увидела опять в магните. Тоже показывала. Это ватные диски. Они просто стоят 26 рублей. Из минусов не прошитые края. Они не подойдут для тоника. Зато для всего остального будет просто прекрасно. 120 штук. Я балдею. Взяла повторно. И советую присмотреться, если у вас есть магнит. Вот. Все. Все остальное я вам покажу во второй части. Там будет парфюмерия. Тоже немного ухода. И в основном, конечно, магазин Озон будет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую часть. Смотрите мои предыдущие видео. И всем пока-пока. Смотрите мои предыдущие видео.